Прикамское чудо Спектакль произвел фурор в рядах зрителей. Даже по его окончанию еще долго не смогли аплодисменты. В Малом зале театра была проведена пресс-конференция на тему «Летняя образовательная сессия», которая пройдет в городе Кудымкаре на базе Центра детского творчества. Мне бы хотелось отметить, что у нас на сегодняшний день есть партнеры в организации летней образовательной сессии. Это Центр детского творчества города Кудымкара. Мы очень рады, что за это время у нас произошел очень близкий контакт и взаимопонимание по тем вопросам, которые мы поднимали, именно зачем, почему здесь необходимо в Кудымкаре проводить совместные проекты. Надеемся, что дети будут приходить на занятия с любопытством, с интересом. Надеюсь, что группа, которая приедет из Перми, будет тоже интересно, активно и почерпнет много нового. Ну и, может быть, таким образом возникнут какие-то тесные отношения, контакты на будущее, и наша жизнь станет лучше, теснее и ближе. На пресс-конференции мы смогли пообщаться с юными артистами, выступающими в спектакле. Ну и как? Нравится? Да, мне очень нравится. Лишь мне очень сильно. А чего желаете, так сказать, в будущем? Чтобы продолжилось очень долго. Ну, минимум 20 лет, чтобы это еще было. Ну, они хотят еще поучаствовать. Ну, чтобы были еще новые проекты. Мы ехали еще на родные фестивали. Были новые спектакли. А чего у вас именно при этом интересовало? Ну, там что-то новое, что-то неосмысленное. То есть, интересно. Алексей Нестеров, Вести Кудымко. Накануне в Центре детского творчества состоялось закрытие летней культурно-образовательной сессии проекта «Мифология древней Перми», который, напомним, начался с выступления учащихся Пермской школы номер 9 в Кудымкарском драматическом театре. Подробности в сюжете Натальи Торпезниковой. В проекте «История мифологии древней Перми» с позиции этнофатуризма были заинтересованы дети как Перми, так и Кудымкаром. Мы попытались в этом проекте совместить традицию с будущим, с новыми технологиями. Именно поэтому мы поехали сюда, в Кудымкар. Именно поэтому мы собрали и пермских, и кудымкарских детей вместе, для того, чтобы они пообщались друг с другом, для того, чтобы они познакомились с традиционными технологиями работы с берестой, росписи по дереву, резьбы по дереву, глины. И для того, чтобы они узнали о каких-то новых технологиях, о том, как все быстро воплощается в жизнь. Также организаторам проекта хотелось более глубоко изучить Пермский край, его историю и просветить детей в этой области. Мы обратили внимание на то, что, допустим, многие кудымкарские ребята, они имеют очень смутное представление о том, кто такие коми-пермяки и что, собственно говоря, такое коми-округ. И очень малое количество из них знакомы с мифологией, с какими-то языческими традициями, допустим, которые здесь были. Но я скажу, что пермяки об этом лучше, конечно, знают. Но тем приятнее было, допустим, рассказать ребятам кудымкарским об этом, и тем приятнее было услышать от них какую-то информацию, которая, допустим, была нам неизвестна или недоступна, которая хранится в семье, которую знают они на уровне сказок, на уровне своей генетической памяти, скажем так. Никто из детей не остался равнодушен к занятиям. Хотя в распорядке дня практически не было ни одной свободной минуты, энергии ребят не было пределом. Я думаю, что им было немножко тяжеловато, потому что, кроме всего прочего, у нас была очень насыщенная программа. То есть у нас начинался день в 9 часов утра и заканчивался он у нас, как правило, около часа ночи. То есть для пермяков он заканчивался, бывало, и позже. Потому что за один день, вот, например, когда это у нас было, сейчас скажу, во вторник, мы успели позаниматься на секциях, поделать работы на Клининой, на Пересте, на Краеведине позаниматься. Мы успели пообщаться с Климовым в детской библиотеке. Мы успели съездить в Архангельск, побывать там на экскурсии и познакомиться с детским коллективом, который там живет. Еще успели искупаться и вернулись назад. Потом мы поехали на Красную горку. Там мы успели еще отснять материалы для спектакля, посидеть у костра, покушать картошки печеные. И вернулись мы обратно где-то около часа ночи. Это все произошло за один день. Впечатления, я думаю, огромное количество. Они немного устают. Это правда. На закрытии преподаватели по декоративно-прикладному искусству признались, что никто из них не думал, что дети окажутся такими способными. За дни, проведенные в лагере, они успели, например, сделать такие изделия, которые в кружках изготавливают только на третьем год обучения. Завершилось закрытие спектаклем и вручением сертификатов участия в проекте. Наталья Трапезникова, Денис Дульцев, Вести Кудымкар. Летняя сессия областного центра художественного творчества учащихся проходит в этом году в Кудымкаре. Ребята из центра Росток уже приезжали в наш город этой весной со своим спектаклем «Сказки древнего леса». А теперь они к нам прибыли для творческого обмена опытом, рассказывает Дарья Ронзина. На этот раз в Кудымкар приехали 26 детей из Перми. Также принимают участие в летней сессии и 50 кудымкарских ребятишек. Программа сессии весьма насыщенная. Пермские подростки получают у кудымкарских педагогов мастер-классы по различным направлениям народных промыслов. Спереди у него вот это что бородка? Борода. Борода. Рисуем бородку. Вот это борода, да? Давай рисуем вот такие вот. У него отрастет длинные-длинные волосы. Давай рисуем. Согласен? Чесночка и ручка. В программе также есть уроки по лепке из глины, плетению из бересты и росписи по дереву. Несмотря на кажущуюся легкость всего происходящего, только кропотливый труд сможет превратить безмолодный кусок глины в замечательное произведение искусства. А после занятий и пермские, и кудымкарские ребята становятся волонтерами. Сегодня они разбились на несколько групп. Группа, работающая на территории сквера у драматического театра, кажется самой шумной и бойкой. Подростки, вооружившись перчатками и мешками для мусора, объявили войну бутылкам, банкам и прочей нечисти в изобилии, находящейся на газонах парка. Вот сколько мусора на звездочке. Мы выбираем этот парк для очистки города, чтобы город наш был чище, чтобы приятнее было в нем жить. В чистом городе всегда приятнее жить, чем в грязном. Складывается впечатление, что ребята уже сильно сдружились за эти несколько дней. С вами вместо пермские ребята выбираются здесь, участвуют на мероприятиях. Как отношения складываются с пермскими? Замечательно, они очень отыкчивые, понимающие. Относятся также к нашим. Мы очень рады, что сюда приехали. Кудымкарским ребятишкам тоже есть чему поучиться. Для них организованы занятия по компьютерному дизайну, моделированию орнаментов, театральному искусству и мифологии. Впереди их ждет еще целая неделя увлекательных занятий и интересных встреч. Дарья Ронзина, Алексей Нестеров, Евгений Фирсов. Вести Кудымкар. Прикамское чудо для учеников девятки – одно из главных событий года. Подготовкой заняты все школьники с младших классов до выпускных. Как ожидают, фестиваль в этом году будет не менее масштабным, чем в прошлом. Возможно, приобретет международный статус. Ждут гостей из Польши. Я думаю, что для каждого ученика нашей школы стимул общения и знакомства с другими ребятами очень важен. Не менее важно себя показать. Репетиции спектакля, которые представит девятая школа на Прикамском чуде, в полном разгаре. Проходят они в атмосфере строжайшей секретности. Тем интереснее, как считают создатели спектакля, будет на представлении. По слухам, это постановка на тему Прикамской истории. В изготовлении манглемы фестиваля знали с ученики средних классов. Работали несколько часов. Допускается свобода творчества, но в рамках должна быть выдержана общая стилистика и отражена основная тема фестиваля «Сказки древнего леса». Откроется Прикамское чудо 24 марта в Кукольном театре. Оксана Иваева, Анастасия Чищухина, Михаил Ситров. Телевизионная служба новостей. Прикамское чудо 24 марта в Кукольном театре.